Ветеран МЧС Обстоятельства были совершенно такие обычные для того времени. У всех мальчиков, ну, во-первых, все мальчики хотели служить в армии. Это я могу сказать не кривя душой. Сам я родом из деревни, из Гомельской области. А служить в армии это было, ну, прямо скажем, почетно. Все, кто уходил в армию, ребята потом встречали, ждали с армии, с каких войск вернется, там, как из себя выглядит, какая форма, какие войска, где служил и собирались. Потом уже с армии приходил парень, естественно, там все его встречали, выбирали день, где его там выловили. И он уже рассказывал, все тоже так вот задавали вопросы, мы молодежь, они там на перекладинах показывали нам склепки, выход силы в школе, там, на спортгородке. Поэтому все хотели служить. И вот где-то в восьмом классе призывали всех в военный комиссариат, в область, и проходили мы призывную комиссию, проходили медицинскую комиссию. Ну и, соответственно, распределяли по уровню физической подготовки, распределяли по подразделениям, по каким-то войскам. Ну и я попал на собеседование к офицеру, старшему лейтенанту, из погранвойск. Ну и сел вот так вот с ним, он говорит, ну что, темноты боишься? Я говорю, ну не очень. К девчонкам бегаешь вечером гулять? Я говорю, бегаю. Пара на войсках, хочешь служить? Хочу. Я говорю, а в каких? Он говорит, ну вот будешь на иранскую границу, если хочешь, попадешь ко мне на афганскую. Я говорю, хочу на афганскую. Ну и все, он поставил что-то там пометочку, отложил мое дело, выхожу, ребята, ну куда? Я говорю, на афганскую границу. Ну все посмеялись, естественно. Ну и вот этот смех закончился моим прибытием в город Харок. 66-го пограничного отряда на учебный фонг. Как вы думаете, что помогло вам выжить? Ну, понимаете, раньше все-таки, как говорится, что такое война, да? Это, ну, в любом случае, это беда, это проблема, это смерть. Но афганская война, наверное, она все-таки была война, вот как сказала ваша экскурсовод, достаточно такая честная война. А в той войне еще люди, которые, ну, наверное, были где-то более хитрые, более физически выносивые, способны были выживать как-то в этой войне. Во-первых. Во-вторых, ну, может быть, то, что не довелось участвовать в каких-то действительно серьезных таких засадах, мясорубках, с которых не было выхода просто людям. Потому что, как правило, основная гибель была, когда отсекали от общих колонн, либо попадали на мины, когда безвыходная ситуация. Когда боевое подразделение работает в военных условиях боевых действий, и работа боевая, она продумана и спланирована, то, как правило, все проходит с минимальными либо потерями, либо без потерь. Все проходит нормально. Поэтому, наверное, Бог миловал, дал возможность нормально, ровно отслужить и вернуться домой. Какие были первые дни в Афганистане? Страшные. Всегда, когда попадаешь в ситуацию, когда начинают стрелять слева-справа, инстинктивно начинаешь приседать. Потому что, когда человек говорит, что я ничего не боюсь, этому человеку надо срочно показаться к психологу, либо к психиатру, я не знаю. Страх – это, естественно, самосохранение. Человек, который попадает в непривычную для себя обстановку, естественно, начинает думать о последствиях. Ну, молодость – это все, и, скажем, молодость, наверное, и такая бесшебашность еще молодая, она помогала об этом не так сильно задумываться. Вот когда уже спустя полтора года, когда остается полгода до возвращения домой, до Зимбеля, там уже начинаешь задумываться более серьезно о том, что ты делаешь, как ты делаешь, и о том, что тебе надо приехать домой и вернуться. Там уже более серьезный подход. А поначалу, конечно, это такая, ну, молодость. Если бы молодость знала, да, если бы старость могла, знаете. Вот, поэтому… Как изменилась ваша жизнь после возвращения домой? И повлияла ли та война на вашу дальнейшую жизнь? Жизнь изменилась кардинально. Когда попадаешь после такой ситуации в мирную обстановку, то вообще жизнь прекрасна. Человек радуется всему. Ну, хочется жить, хочется смотреть, наблюдать за природой, за животинками, за птичками, за всем. Насколько она повлияла? Ну, повлияла, конечно, тоже сильно и кардинально. Повлияла на мое отношение к людям, на мое отношение к несправедливости, повлияла на мое отношение к друзьям. Друзья, которые остались с тех времен еще со службы, они действительно дружба остается, общение остается. Фактически мы не видимся. Живет кто-то в России, кто-то в Украине. Списываемся, созваниваемся, общаемся. Это действительно интересные, скажем, и отношения, и моменты, и следствие всей этой службы. Оно как бы такое, ну, накладывает свой отпечаток в жизни. Спасибо. А какую боевую задачу выполняли именно вы? Моя боевая задача была фактически два года. Сопровождение колонн, охранение, обеспечение безопасности колонн и встреч, когда встречались наши пограничники с местными властями на территории Республики Афганистан. В основном мы, я и вот мой друг с Одесской области, украинец, подуст Александр, наша задача была контроль полупериметра. Это мы смотрели все продвижение, расразотачивались и смотрели все продвижение, что может происходить за нашими спинами или за спинами наших ребят, которые в центре событий находятся, чтобы не было внезапного нападения, не было внезапного обстрела, не было внезапного какого-то неприятностей со стороны, скажем, гор-скал. Потому что горы-скалы их просмотреть в единочасье невозможно. Это нужно просто контролировать, 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 сверлить глазами каждый камень, каждый щель, каждый. И со временем просто привыкаешь. Любое малейшее сразу вроде бы везде смотришь, не видишь ничего. Потом, когда проходит немножко времени, когда ты уже начинаешь ориентироваться по выстрелам, на каком расстоянии, в какую сторону идет звук, далеко, недалеко от нас. То начинаешь уже замечать, вроде бы никуда не смотришь, рассеянным взглядом начинаешь замечать все движения. Где-то птичка там поркнула, где-то еще что-то. Ты уже видишь каждый шорох каждого движения. Ну и, соответственно, реагируешь уже спокойно, ровно. Оцениваем обстановку, реальную ситуацию. Я так получилось объехал. Горы, скалы, моря. Сахалин, Памир, там все эти такие далекие страны дальние. По заграницам особо не ездил, но в таких далеких местах побывал. И хочу сказать, что в Беларуси действительно очень красивое место. Любите свою родину, любите родных, любите близких. Нет ничего дороже, чем своя родина, наверное. То место можно много где жить, много где, конечно, молодым все двери открыты. Ну, кто-то куда-то будет стремиться уехать, учиться, работать. Помните, что все-таки вот эти вот места наши белорусские, это красота неописуемая. Здесь есть все, здесь есть у нас благодать для жизни. Я думаю, вы поймете это не сразу, поймете это с возрастом, со временем. Учитесь дружить. Очень ценно в жизни это надежный друг. Таких людей очень мало по жизни становится, особенно с возрастом. Поэтому учитесь дружить. И если вам человек доверяется, делайте все возможное, чтобы этого человека не подвести. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»